Друзья мои, снова здравствуйте. Сколько раз я уже слышал вот эту вот херню, когда мы видим вот такие вот свечи, и все такие, ну все, это скам, короче, туза дно, конец вашему дэшу, кирдык вашему биткоину. Вы сами вспомните, сколько раз вы себя даже ловили на таких состояниях. И сколько раз мы вот тут вот говорим, о, ну все, это туза мун, это безоткатная история, все, сразу летим пробивать экраны на 100 иксов. Это же все эмоции, ну чуваки в трейдинге, эмоции берут верх над разумом. Ни в коем случае нельзя так делать, понимаете, ни в коем случае нельзя поддаваться на вот это все. Перечеркните это навсегда из своей жизни и выкиньте. А теперь что я вам хочу сказать. Интереснейший расклад от нашего подписчика по дэшу, он прислал мне в личку, я его даже опубликовал как пост сегодня в нашем телеграм-канале, на который, кстати, если вы почему-то не подписаны, срочно исправьте эту ошибку. Ссылка сейчас на экране появляется и также в описании под каждым видео. У нас в телеграм-канале был опубликован следующий момент. Кстати, я думаю, нам даже стоит это твитнуть. Твитим. И, кстати говоря, не забудьте подписаться на наш твиттер тоже, потому что почему бы на него не подписаться. И что здесь, собственно, такое говорится? Вот есть некая дистрибуция повайков, знаменитый паттерн из учебников по теханализу. И это, смотрите, такое долгое накопление. Ой, не дистрибуция, пардон, аккумуляция. Дистрибуция – это если бы он пошел вниз. Аккумуляция – это значит перед взрывным ростом. Суть в чем, что у нас есть четырехлетнее накопление. Посмотрите, 19-й год, 20-й год, 21-й, и сейчас начнется 22-й. И по этому паттерну, внимание, это логарифмическая шкала. Мы с вами летим. Вот по Фибоначчи, чувак расчертил. Вот у нас первый тейк-профит – это 2 тысячи долларов. Второй тейк-профит – 4,5 тысячи долларов. Третий тейк-профит – 8,700. И четвертый тейк-профит, внимание, 18,5 тысяч долларов. Короче говоря, 19. Девятнашечка, двадцаточка, ребят. Значит, теперь дисклеймер. Я не говорю, что это будет. И никто вам точно не скажет, будет это или не будет. Но есть такая вероятность. Всегда есть вероятность. Посмотрите. Во-первых, все как по учебнику нарисовано. В логарифме это даже не выглядит сверх пампом. Тема взорвала просто дискуссию. Вот 218 комментов. Из них 99% не верят и называют его психом. И говорят, что чувак совсем поехал и просто гонит сказки. Но я ответил на это цитатой одного из великих. Если идея не кажется безумной, от нее не будет никакого толку. И на самом деле, ребят, я вам хочу что сказать. Я застал биткоин еще по 300 долларов. Мне повезло и не повезло, наверное, одновременно. Повезло, потому что я пришел на рынок на дне медвежьего рынка. Позапрошлого еще. А не повезло, потому что лучше бы я пришел, наверное, на пике бычего. Потому что я бы сразу научился тогда, как коджировать риски при падении. И не потерять все. Но мне повезло, с одной стороны, потому что я здесь научился быть быком. Прикиньте, я пришел на рынок. Год он был во флете. Я торговал альты, еще дэш по 2 доллара был. И потом полетели, полетели, тузымун. Конечно же, я тут всех этих иксов не срубил, но очень много срубил. И без стопов стоял в лангах вообще, что только не делали. Ой, страшно вспомнить, как только не жестили. Но потом, и это было не все, смотрите, это было всего 2000 долларов. Тоже никто не верил. Я что хочу сказать, что в биткоин тогда не то, что по 2000. По 1000 в него никто не верил. Чуваки говорили, он не перепишет all time high. И по 2 уже, тем более, тут уже все продали. А по 4 тут уже, как вы понимаете, уже даже все продали. Вот здесь, и здесь остатки продали. И смотрите, что произошло. Он улетел на 20, и после этого здесь снова все купили, потому что, блин. Я говорил здесь, что надо продавать. Я шортил, но тоже наделал ошибок. Я весь следующий медвежий рынок рано налоговал альты. Я понимал, что биткоин очень перекуплен, но некоторые альты лонговал. И на этом учился заново торговать на медвежьем рынке, потому что были ликвидации, были ошибки. Ну, понятно, да, мы все с опытом приходим. Короче, этот медвежий рынок был жесткий. Дальше все было хорошо. Дальше я лонговал все вот это движение практически до 14 тысяч. Здесь я выходил, уже плавно понимал. И на ковид-дамп, конечно, тоже никто не ожидал. Ковид-дампа. Вот, я на нем потерял достаточно приличную сумму, где-то 25 эфирок примерно. Но потом бодро-бодро все откупил, когда эфир стоил по 90 баксов. Спасибо бирже Bybit, кстати, которая единственная не лежала. Тогда ни Binance, ни BitMEX никто не давал открыть торги. Бирже Bybit дала открыть лонг. И я очень быстро восстановил тут баланс и сила. И что происходит дальше? Мы улетаем снова в космос. И да, сейчас вроде небольшая коррекция. Все паникуют, орут, что типа все, скам, крипта валится. Ну, посмотрите, на недельных свечках хайка нашей мы даже не видим этой коррекции. Посмотрите, все зеленое. Поэтому, чуваки, еще раз, очень важно отдаляться, смотреть на макро-таймфрейм и понимать, что сейчас вообще происходит. Был ли это пик бычьего рынка или нет. Я вам так скажу, бычий рынок всегда заканчивается диким FOMO. Об этом, кстати, сегодня на канале CryptoCommons 2.0 будет второе видео ближе к ночи. Перевод Энтони Пампелиано и компании. Очень крутой видос. Ну, короче, не было еще FOMO, не было еще шестизначного биткоина, пятизначного эфира. И как минимум, чуваки, как минимум четырехзначного Dash. Но судя по прогнозу вот этого товарища, опять же, я еще раз вам говорю, что никто не ожидал биток не то, что по 20 или по 60 тысяч. По 1000 никто не ожидал. И Dash, я помню, по 2 доллара я застал. И по 4. Их никто по 10, блин, не ждал с эфиром. Эфир, когда по 100 улетел, все просто его скинули, и он улетел на 400 через 3 недели. Поэтому, guys, всегда оставляйте хотя бы чуть-чуть в крипте. Всегда смотрите в долгую, смотрите на этот растущий рынок. В логарифмическом масштабе это вообще красота просто полнейшая. Всегда это. Вы можете видеть, что это дико растущий рынок. Просто у него есть фазы перекупленности и недокупленности. Если мы посмотрим, например, на просто скользящие мувинги в логарифме, то мы видим с вами, что биткоин прекрасно отбивается всегда от красного мувинга, от 200-ки, как от ультимативной поддержки. И всегда, когда он сильно возвышается над всеми мувингами, потом ждет нас большая коррекция. Посмотрите, сейчас он пока еще не возвышается над всеми мувингами. Сейчас он, скорее всего, где-то вот здесь. В сравнении или вот здесь. То есть нас ждет финальная фаза экспансии этого рынка. Не знаю куда. Может быть даже на миллион долларов. С учетом того, что происходит в мире. Абсолютно нормально. И эти мувинги тоже подтянутся. И потом мы увидим, скорее всего, откат. И по Dash то же самое. Если вы посмотрите на него. Я ничего не говорю. Если вы уже в прибыли. Если вам хорошо от того, что вы заработали 100% или 200%. Пожалуйста, продайте. Это тоже прибыль. Это тоже хорошо. Но у меня цели другие. Если вы посмотрите на Dash в логарифме, то вы увидите тут точно такой же канал. Вы можете даже его сами начертить. Вы помните, у меня нет задачи вам напарить Dash. Мне же за это не платят. Хотя многие уже думают, что я какой-то агент Dash. Я просто вам говорю, те монеты, которые я сам торгую. И которые я считаю сейчас очень сильно привлекательными в цене. Это был также эфир классик. Если вы помните, когда он стоил по 8 долларов. Доджкоин, когда он стоил по 15-20 сатоши. И просто когда они улетели, я уже сейчас не рекомендую их покупать на всю котлету. По крайней мере. Да и вообще на всю котлету не рекомендую ничего покупать. Но когда монет внизу, мой долг вам об этом сказать, ребята. Потому что я делаю это сам. Я говорю вам, что я делаю. И те, кто придерживаются стратегии, риск-менеджмента, у них получается зарабатывать деньги. Большой мой вам респект за это. И если вы это цените, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на этот канал, потому что я стараюсь быть предельно откровенным с вами. И вот здесь, посмотрите, это была зона накопления в этом канале. И вот здесь сейчас это все еще зона накопления в этом логарифмическом канале. Я думаю, тут только слепой этого не видит. И нас ждет что-то вот такое. Так вот, по модели Вайкова, то, что чувак рисовал в начале видео, мы говорили. Вот у нас было падение. Давайте я уберу сейчас эти штуки. Вот у нас было падение. Вот у нас это аккумуляция, реаккумуляция. И дальше мы, по идее, улетаем пятиволновочкой наверх. Посмотрите, абсолютно адекватный, на самом деле, прогноз сделал человечек. Особенно если этот канал нарисовать правильно, а не как я его сейчас нарисовал. Он должен быть все-таки примерно вот таким, получается. То там, смотрите, нас ждут как раз цены. Ну вот тут верхняя граница будет в районе 40 тысяч долларов. Это абсолютно нормально. Еще раз вам говорю, потому что биткоин же стоил 40 тысяч долларов, и сейчас стоит дороже. Биткоинов больше, чем дэшей. Как бы капитализации, соответственно, у дэша будет даже меньше, если он туда сходит. Но даже консервативно вот эта вот цель, человечек, который нарисовал 15-20к, это абсолютно нормально в пике пузыря. Задержимся ли мы там надолго, если туда улетим? Скорее всего, нет. Скорее всего, упадем куда-нибудь обратно. Уже там на 3 или на 1000 долларов. Как вот здесь, например, было. Пики пузыря всегда очень сложно поймать. Но как минимум, хотя бы долететь туда по этой волне и выйти где-то вот здесь по несколько тысяч. Абсолютно нормальная тема. Поэтому, чуваки, дисклеймер. Не финансовый совет. Гриня присматривает за вами вместе с большим братом. Вот, так что помните, что все мы в этой лодке. Все мы с вами в одной вот в этой спасательной лодке, которая называется Крипта. Рисую я плохо, наверное, но суть вы поняли. Пускай это будет, я не знаю, пиратский корабль или спасательная шлюпка. Но, как сказал Сируф в Generation P Вавилену Татарскому, согласись, лучше греться у этого огонька, чем гореть в нем заживо. Поэтому не финансовый совет, дисклеймер. Ребята, все сами видите. С вами был Гриня. Это канал Криптокоммадз. Подписки, лайки, стопы, тейки. И скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok